Холёные кролики из зоопарка в Межигорье совокупляются прямо на глазах у туристов. Ну а что? Весна, думаете, только... Что? Диты там, дыблятся. Да, ну так, а что ты думаешь? Ну это же животные, это же физиология. Ты думаешь, весна только на людей действует? Нет. Ну а в качестве презентов некоторые гости резиденции уносят с собой вот такие вот сувенирчики, друзья. Сейчас, секунду. Фух, где-то думал. Дикий хуток, намежь сваришь себе на пасху. Да, дякую. Я скажу, что на самом деле это подробка. Это куриное яйцо. Тебе, может быть, и деньги за это взяли. Так вот, свой зоопарк выявляется ею нового головы КМДА Володимира Бондаренко. А у гостя до него напросился наш допытливый Фил. Вон в какую настоящую украинскую глубинку я забрался. Но глубинка это не простая. Именно здесь, а не в каменных джунглях, не среди стекла и бетона, живет новый глава киевской администрации. Вот тебе куры, вот тебе хатка, а вот и озерцо. Настоящее украинское село. Ничего общего с шумом киевских улиц. Оказалось, новоиспеченный глава столицы Владимир Бондаренко живет в музее под открытым небом. И тебе семейный бизнес и жилье. Предлагаю осмотреться. Отель, зоопарк, необычное село. С чего бы начать? Пожалуй, с животинки. А ее здесь немало. Косули, ослы, дикий кабан. Так, что еще есть в хозяйстве? Куры Е, кроли Е, вифти Е, свинь Е. Моминый. Вот и пчелиные ульи. Сейчас бы метку. О, вход. Никого. А вот и хозяин. Готов показывать мне свои владения. Добрый день. Добрый день. Пане Владимире. Филипп, новый канал. Я сказал мне один дитка, какая удивительная история. У меня возник вопрос, почему Бондаренко живет именно здесь? Оказывается, тут своя история. Идея выникла у меня, когда вот там, вот там, где колодец, там догорала моя машина после нападу в 2004 году. Выпадково залишился живым. Когда она догорела, я спросил священника отца Валерия, как мне назвать храм, потому что я хочу побудовать. И он говорит, ну только Дмитрий. Потом решил привезти и домик. Первый из Полтавы 1888 года. Его специально разбирали по досочкам, а тут собирали. Теперь здесь целый поселок. Часть хаток переделали под отельные номера. Неплохой бизнес, скажу я вам. В целом мы орендуем земельную делянку. Это стосунки, ну не мы, а громадская организация, вот, яка сплачивает в село щомесячно там, что-то более 3000 гривен. А вот государственная служба на протирече, эти коммерции не скажут. А я до этого маю отношение только как идеолог. По факту владениями заправляет дочь Бондаренко. Рестораном у нас 4 года. Вот этим всем альтаночкам, которые вы видите, они тоже, вот это буквально в том году побудованы. То есть мы за год будем строить несколько новых объектов. Вот у вас такое хозяйство, а вы местом собираетесь керувати? Нет, я показал на этом хозяйстве, как можно удержать какой-то шмоток земли. Это моя такая, знаете, хоббит. Ну а теперь самое интересное. Давайте посмотрим, где каждое утро просыпается новый глава столицы. Мы могли бы побывать у вас дома? Да, можете побывать. Вот сюда комода пишет. Оказалось, совсем рядышком, по сути, через забор с музеем. Вы пометили, что асфальт выходит только сюда. Согласно декларации Владимира Бондаренко, ему принадлежит двухэтажный домик 102 квадратных метра. А целимка изнутри. Из прихожей сразу попадаем на кухню, дальше спальня, она же кабинет. Сразу видно, обжито тут. А что на втором этаже? И правда, тут не больше ста квадратов. Стоп, а это что рядом за дворец с фамильным гербом? Тоже часть музея. У меня есть 8 тысяч книг антикварных. Я хотел сделать там и предпочитал величезную библиотеку, величезный выставковый зал и несколько таких специальных готельных номеров. Там даже нет таких притоманных для житла примещений. Правда, достроить здание не могут уже 6 лет. Не хватает денег, говорит хозяин. Поэтому выставочный дворец начал потихоньку разваливаться. У руля Киева Бондаренко стал месяц назад. Отказался от служебной машины, сократил замов. А вот с мандатом депутата расстаться до сих пор не может. А недавно прошел слух, что он в мэры собирается баллотироваться. А ну-ка я спрошу. Не было такой заявы, не было такого баллотования. Хоча я не отклидаю, что оно будет. Но это будет вчасно. Когда я политические силы там разберутся, я поделюсь, какие кандидаты. Это ж надо. И КМДА, и Верховная Рада, и Украинское село все успевает. Лебедок, лебедок. Хорошенький. Привитаетесь. Я как кусанята. Мои маленькие, хорошие. Ну да, я знаю. Да, да, да. Ображает вас кто? Кто?